это джейсон тиви всех приветствую я сергей корзуна в гостях у меня сегодня вице-президент ассоциации по защите интеллектуальной собственности русский щит олег яшин здравствуйте олег давайте обновим для начала короткую справочку вашу личную вы родились 25 августа 1975 года в городе москве в городе москве образование московский авиационный институт время прихода вашего в айти бизнес и кт бизнес называйте как хотите когда впервые столкнулись с компьютером тогда хотя бы в четвертом классе нас появилась в школе одни из первых в м см-ки поставили вот собственно меня мама очень агитировала да я собственно и самому было интересно я пошел в компьютерный кружок когда деньги стали зарабатывать на этом бизнесе там консультациями или как бы где-то года в девяносто третьем наверное первые деньги там получилось как-то таскать на этом заработать да это журналистика была точнее даже не тогда еще не журналисты журналистика в современном понимании то есть я описал обзоры по компьютерным играм и они распространялись по сети как сейчас модно говорит тогда не было интернет тогда был фидонет bbs и вот туда вот это все уходи как давно и почему стали специалистом по можно сказать информационной безопасности с пиратством мы столкнулись естественно сразу практически как мы начали более менее плотно работать на игровом рынке и где-то девяносто пятом году когда российский игровой рынок выкристаллизовался и стал представлять себе что-то что можно пощупать руками естественно что стал вопрос о том что мешает этому рынку в первую очередь это казалось операцию или тогда была такая компания дока достаточно известная к сожалению пережила кризис девяносто восьмого года но тогда она занимала достаточно значительную часть рынка у нас не были теплые отношения вот они попросили на что-нибудь сделать с пиратством поскольку пиратство было нам интересно достаточно давно то есть фактически с девяносто третьего года как я начал лазить по всяким этим биби эскам я естественно так сказать видел все что связано с пиратством мне было интересно что происходит на сцене так называемой в ареста сказать вот нас было достаточно много информации мы пытались ее реализовать вот и соответственно в девяносто шестом году у нас было несколько мероприятий связанных защитой прав проводимых совместно с правоохранительными органами а в девяносто седьмом году мы создали ассоциацию кем вы пришли в эту ассоциацию вы собственно один из создателей все правильно так сказать ассоциацию создавало три человека злобин юрий валерьевич злобин вадим валерьевич я шиналик вадим и что бишь я то я пришел специалистом по компьютерам вадим у нас был специалистом по юриспруденции а юрий специалист по связям с правоохранительными органами из государственными органами тогда еще два слова если возможно об ассоциации это не коммерческая организация насколько я понимаю как финансируется тем не менее членов ассоциации все очень просто кто является членами ассоциации российские компании которые занимаются распространением продуктов содержащих интеллектуальную собственность это как софтовые компании членом ассоциации является допустим параллельс софткей крупнейший магазин программного обеспечения российский мы сейчас достаточно активно работаем с книжниками вот у нас является членами ассоциации директ медиа беном практическая медицина у нас есть сейчас отдельное новое направление мы работаем с фото с фотобанком лоре пытаемся посмотреть что какая как обстоит ситуация с нарушение прав на фотографии отдельных фотографов а не каких-то там больших кейсов вот естественно тоск мы занимались долгое время играми но сейчас игровой рынок у нас поменялся продажи игр на носителях так сказать и цифровых копий так сказать они как бы чуть-чуть видоизменились а на данный момент флагманами является онлайновая игра там чуть-чуть другие проблемы не классическое пиратство вот в том понимании для которого мы заточены так скажем чуть подробнее поговорим еще по отдельным сектором этого бизнеса для начала можете ли вы охарактеризовать ситуацию с пиратством в целом в россии считает что россия абсолютно пиратская страна где никто не готов платить за лицензионные копии верно ли это и меняется ли ситуация в последние годы здесь можно два сразу раздел разделить вопрос тос являемся ли мы пиратской страной по определению то есть вот этот развитие той самой фразы тащи с завода каждый гвоздь и здесь хозяина не гвоздь очень часто я встречаю на пиратских форумов и вторая часть именно собственно практическая то есть пиратские сайты пиратские точки все что с этим связано законодательство по противоде противодействию пиратству значит с ментальностью у нас конечно тяжко сразу могу сказать то есть не может быть такой ситуации просто приведу пример от нас как на очередном обсуждении госпожа латынина приводила такой хороший пример что вот она была где-то в швейцарии и там вот едешь мимо местных деревень там стоит ведро с картошкой вот допустим да и написано там то сказать там ведро столько-то центов то стоит коробочка человек совершенно спокойно может подойти взять так сказать это ведро с картошкой сыпьте в багажник оставить там евро таскать центры таскать и уехать у нас к сожалению таскать стоит бабушка которая продает если бабушка выставит ведро с картошкой то даже если оно нужно не будет она куда-то уедет поэтому к сожалению да с этим стараемся бороться и на мой взгляд стараемся естественно стараемся не только мы нельзя говорить что к русский щит в россии борется с пиратством нет конечно эти борется государство огромное количество компаний которые также занимаются борьбой с пиратством в том на других рынках на вот сейчас фактически борьба с пиратством началась в россии 96 года с первого рейда который был повреден по инициативе компании microsoft на митинском тогда рынке радио потом пошла горбушка и так далее вот с того года достигнут в общем-то значительный прогресс у нас есть хорошее законодательство то есть наши юристы и зарубежные юристы как только вот ну действительно ознакомливаются этим конечно законодательство очень хорошее немного страдает применение но это связано в первую очередь с нежеланием компании который владеет интеллектуальной собственностью тратить на это много сил а практика она говорит о том что за последние три года количество пиратских сайтов на территории россии оно сократилось ну в разы то есть вот именно обмороженных пиратских сайтов если мы возьмем все те самые обмороженные трекеры про сейчас когда говорят операции сразу приводит пример трекеры потому что они наиболее четко дают картинку там по предпочтениям по пожеланиям по массовости вот у нас русскоязычных трекеров много а российских их не осталось они все находятся даже в общем-то лояльный к правообладателю рутрекер который регулярно удаляет пиратские раздачи так сказать фактически так он находится не в россии а вот тут вопрос о законодательстве потому что мало принять государственное законодательство внутри одного государства интернет вообще международная такая среда безграничная среда безграничная в штатах там патентуется одно в том числе и какие-то мысли и идеи по российскому законодательству это нельзя надо ли какую-то мировую систему защиты тогда создавать безусловно принимать мировые законы на уровне знаю он там есть для начала сейчас идет в рамках всемирной организации интеллектуальной собственности гармонизации действующего законодательства то есть пытаются сделать что-то что учитывало бы интересы как правообладателей так и пользователей то есть опять же идет речь о том чтобы например так сказать разрешить использование в личных целях что собственно опять же если мы говорим про российской законодательной статья 1273 гк рф она 4 части гк она однозначно разрешает музыку и видео могут воспроизводить на своих домашних компьютер вот то есть опять же так сказать о том что наше законодательство на общем в тренде как сейчас модно говорить естественно требуется некие усилия потому что в рамках полиции действия они проходят но они занимают очень много бумагой очень много бумаги очень много времени в принципе в принципе здесь вопрос в том что интернет вот на наш взгляд это саморегулируемая среда в первую очередь и главное что там идет вот по противодействию это это саморегулирование то есть те самые обузе там и dmc от службы которых так много сейчас говорят то есть большинство вменяемых сайтов которые занимаются распространением контента ведь не стоит говорить что весь контент какой-то который находится в сети он пиратский у меня есть огромное количество знакомых которые пишут книги которые сами выкладывают их сеть так сказать но и им так интересно в сети достаточно контента на который я являюсь автором там это и видео и текстовое я не делаю ничего чтобы удалить его из сети хотя казалось бы мог бы использовать служебное положение мне это не нужно вот поэтому есть четкое понимание что если владелец прав на контент или автор возражает против распространения свободного то у него должна быть возможность как-то так сказать на любом сайте вне зависимости того расположен он там в германии в штатах в россии на украине там в швеции он должен как-то заявить о своих правах чем-то их подтвердить и получить искомое удаление чего на этот момент для этого не хватает либо все уже есть вопрос только в том чтобы это делать позиция ряда стран законодательства ряда стран то есть вот пиратстве обвиняют россию например самый обмороженный трекер на данный момент там это пират сбай и соответственно российский там его вариант русскоязычный клуб они расположены в швеции казалось бы евросоюз страна где достаточно жесткое законодательство более того все попытки текущие так сказать юридические по процессам так сказать заставить права провайдера который аффилирован шведской пиратской партии убрать этот трекер пока результата не дали но этим занимаются наши европейские коллеги то есть я не знаю чем связано то что они проигрывают суды видимо не хватает подготовки какой-то что я могу сказать что по россию то чем мы гордимся что проигранных судов у нас нету хорошо давайте пройдемся по разным областям которые нужно защищать и сначала поговорим о музыке выход айтюн первый вопрос повлиял бы на повлиял ли на музыкальное пиратство вообще скажем так да конечно он повлиял на пиратство в том плане во первых он повлиял на потребителей и повлиял на пиратство естественно что с появлением айтюнс немного сократилось пиратство просто от факта его появления как достаточно простого и престижного способа покупать музыку а вторых но скажем так в чем одна из причин подчеркиваю одна из причин первая причина это халява тут мы там обсуждать не будем там поскольку демонтировать у человека центр желания халявы невозможно то побороться с этим невозможно она всегда будет можно только ограничивать значит одно из причин кота по которым мы имеем такое пиратство которое есть это сложность получения контента айтюнс и другие сервисы которые сейчас существуют не надо замыкаться на итюнс есть такой же сервису гугла есть яндекс музыка их много сейчас вот они позволяют человеку находясь и даже так сказать в общем не в центральном городе получить ту музыку которую он хочет или тот софт или ту игру с этим проблем нет и отсюда соответственно тенденция на уменьшение но меньшение проблема есть потому что когда конечно опять же так сказать мы имеем проблему торрентов которые связаны с чем чему учат торренты торренты учат массовом употреблении то есть если вспомнить наши разговоры с иностранцами тоскать вот где-то там в 90 и 2000 и годы тоскать они все говорили у вас очень богатая страна почему а вот мы никого не спросим они так сказать там в игры играет там 5-6 игр новых месяц так сказать фильмы смотрят там 10-15 новых фильмов месяц это очень дорого то есть вот у нас это позволить себе могут только вот очень там богатые люди и здесь вот как раз мы имеем то что вот современное общество потребления вот создает такую проблему дело в том что большая часть потребителей у нас хоть хочет иметь уровень потребления несколько выше чем себе может позволить и поэтому самый простой способ вот немного так сказать нивелировать свой дискомфорт от такой разницы уровня потребления желаемого возможного то есть там желая иметь там машину но могу иметь козу вот та самая так сказать вот это вот к сожалению нивелируется пиратством по социальным сетям вконтакте было много обвинения поскольку улучшилась ли ситуация и новое руководство и правообладатели вступили уже в какой-то диалог как регулируется эта ситуация вконтакте кардинально улучшилась ситуация в прошлом году естественно это не было связано с сменой руководства то что тогда на руководстве сидел господин дуров это было связано с позиции роскомнадзора собственно когда у нас появился 187 фс который дал полномочия роскомнадзора вести черные списки по интеллектуальной собственности под эгидой минсвязи роскомнадзора было проведено огромное количество встреч правообладателей с крупнейшими российскими ресурсами на которых говорили учили заставляя говоря ребята давайте давайте договариваться государство должно иметь вот этот вот пресловутый банн хаммер то есть молоток которым бить по голове но он должен лежать на полочке он должен применяться в частных случаях договоритесь между собой и собственно вот как бы на своем примере это все наблюдали то есть действительно так сказать вконтакте для нас ситуация изменилась и кардинально начиная с 20131 году единственное что да конечно так сказать нельзя говорить что создан максимальный режим благоприятствования например так сказать в этом году у нас была проблема отпускная так называемая то есть человек который видимо отвечал так сказать за удаление видимо ушел в отпуск поэтому наш запрос обрабатывался несколько дольше чем обычным причем серьезно как и реально но вот нам реальные сроки это четыре дня четыре-пять дней так сказать тут он обрабатывался в несколько раз дольше. Но ВКонтакте принес нам извинения, и мы не считаем, что это какая-то сложность. Летом мы с таким сталкиваемся, что даже на меняемых ресурсах мы не можем добиться, чтобы человек вернулся с моря, отключился, абстрагировался и нажал 2-3 кнопки. Для этого существуют так называемые автоматические механизмы блокировки. Мы являемся их сторонниками, стараемся их внедрять, где есть необходимость. Что с видеопиратством происходит? Это такая большая, мощная область. Очень мощная область, безусловно. Сейчас, если вы выйдете на улицу и попытаетесь найти пиратский лоток, то вы его, конечно, найдете, то то, что вы на нем найдете, это с вероятностью 90% будут диски. Диски с видео. DVD и Blu-ray. Более того, выход Blu-ray очень помог пиратам, потому что если бы все было только на DVD, то рынок немножко сократился, а Blu-ray им помог вырасти немножко. Музыкальные диски пиратские отходят в небытье. По прогнозам экспертов, наших прогнозов, где-то в ближайшие 3-4 года они станут такой же музыкальные диски, наверное, такой же экзотикой, как кассеты музыкальные. У нас есть до сих пор магазины в регионах, которые продают аудиокассеты. Вот так же будут продавать, наверное, аудиодиски. С компьютерными тоже, так сказать, компьютерные пираты, то есть количество пиратских точек в 5 раз сократилось за последние 3 года, которые торговали пиратскими играми и софтом. Стандартный набор сейчас на пиратской точке это Windows, Office, загрузочный диск. Все. То есть, чтобы человек, у которого что-то полетело, мог прийти быстренько купить и там что-то там переделать. То есть, людей, которые приходят и покупают именно пиратское, стало меньше. Большая заслуга в этом, опять же, как я говорю, улучшилась продажа. То есть, опять же, Apple Store, Google Play, Softkey, как магазин программного обеспечения, так сказать, и всякие разные модификации этого. Сейчас, не вставая с дивана, можно вполне себе купить, так сказать, весь тот софт, все те игры, которые нужны, и в видео. Мы говорим к видео, так сказать, можно вернуться к тому, что Джейсон и Партнер сделал исследование по видео и спрогнозировал, что сейчас у нас рынок видео на альтернативных экранах, это когда человек смотрит, так сказать, не на диске, не в кинотеатре, а у себя на смартфоне, у себя на смарт-ТВ, так сказать, или в интернете, на 2013 год составил 98 миллионов долларов. И прогнозируется рост этого рынка в ближайшие три года до 400-500, до 400-500 миллионов долларов. Вот, собственно, так сказать, это то, что сейчас наносит удар по пиратству видео. Конечно, это не способно его убить совсем и даже не способно его сократить в разы, но это альтернатива, то есть человек, опять же, находясь в себе на компьютере, за компьютером, может получить продукт, не ходя никуда. Как боретесь с онлайн-стримингом? Не наша тема, то есть сейчас, так сказать, нет, не совсем, сейчас, видимо, будем заниматься, потому что один из наших членов ассоциации приобрел права на книги обучения для детей английскому языку и выяснилось, что видеоприложение из этих книг, так сказать, вот не книга сама, именно видеоприложение, оно вот каким-то образом утекло сначала на YouTube, но там его уже нету. Сейчас оно распространилось по другим тубам, будем, как бы, делать, так сказать, методику. А так, дело в том, что, опять же, подчеркиваю, что мы работаем книги, фото, софт, игры. Для них онлайн-игра не очень. Для игр актуальны, так называемые, пиратские сервера. Но, опять же, на данный момент они приносят вред, но компании не определились, издатели, так сказать, настолько ли силен этот вред, чтобы делать какой-то совершенно механизм противодействия этому. Сильно ли доступность Стима понизила вот это пиратство и что с этим происходит? Знаете, очень сложно, к сожалению, посчитать. Дело в том, что параллельно с появлением Стима, через который начали распространяться так называемые тяжелые игры, понятно, что есть там социальные игры для соцсетей, так сказать, casual, так сказать, есть тяжелые игры. Параллельно с этим шло вообще сокращение рынка игр, к сожалению. То есть, к огромному моему сожалению, вот то, что я вижу изнутри отрасли, рынок игр сократился в разы. И это связано, опять же, так сказать, с тем, что, конечно же, так сказать, очень сильно на это повлияли пираты. То есть, мы можем вспомнить, так сказать, ситуацию с Fallout 2, который, несмотря на то, что стал культовой игрой и как бы считается там, ну, эталоном в какой-то мере, так сказать, вот, он себя не купил и студия вынуждена была, Black Castle студия вынуждена была закрыться. И третий Fallout по лицензии, поскольку, естественно, права на торговую марку сократились, сохранились, его сделала уже другая студия. И, естественно, он уже был не такой теплый, ламповый, так сказать. Ну, в общем, скажем так, большинство сказало, что Fallout 2 был лучше. Это вот прямой пример. Дело в том, что наиболее беззащитным перед пиратством оказались именно тяжелые игры, которые не многопользовательские. Потому что любая защита, она ломалась, так сказать, моментально. То есть, вот рекорд был по Уолуна Индарк, там продержалась защита где-то, так сказать, два месяца. Но это было именно исключение из правил. Все остальные защиты ломались там буквально, так сказать, неделя, так сказать, тире 10 дней. Три недели – это был стандартный срок для тяжелой новой защиты, для взламывания. И, естественно, что дополнительно к этому установка любой защиты, она усложняла жизнь легальным покупателям. Поэтому, как бы, в общем, компании постарались от этого отказаться и столкнулись с чудовищным падением продаж. Сейчас вроде есть тенденция ухода игр из пространства персональных компьютеров в консольное пространство. Там есть ли попытки, то есть, пиратят ли консольные продукты, скажем? Конечно. Вы можете зайти на любой трекер и увидеть там раздел PC-игр, раздел игры для Xbox, игры там для PlayStation. И более того, там есть даже, так сказать, так называемое белое пиратство, с которым, опять же, компания не знает, что делать. Это когда человек купил игру в магазине, в том же медиамаркете, допустим, как я ребенку покупаю, так сказать, вот. А потом пошел и где-нибудь на Савеля эту игру обменял на такую же легальную. То есть, он на нее поиграл и взял, обменял на другую, на легальную, доплатив там 100 рублей, допустим. Вот. То есть, это нельзя считать пиратством, но это, естественно, так сказать, дает там по доходам. А насколько важно пиратство? Ну, опять же, я вам могу сказать, что раньше на той же самой горбушке больше денег зарабатывали те, кто продает пиратскую музыку. Сейчас там больше денег занимаются те, кто перепрошивает айфоны, приставки и так далее. То есть, что такое перепрошите? Это смена прошивки, позволяющая, в том числе, подгружать пиратские игры, софт, музыку и так далее. Делайте выводы. С программным обеспечением те же проблемы, что и с играми, либо чем-то отличаются? С программным обеспечением по-другому. Программное обеспечение во многом спасает, так называемые, облачные технологии и корпоративный рынок. То есть, не стоит забывать, что игры – это развлекушка. И когда перед человеком стоит вопрос, что ему, в общем-то, у него снизился доход, он не может достойно продукты покупать, а тут стоит вопрос об играх, понятно, что он выберет. Программное обеспечение используется для нескольких вещей – для удобства и для работы. Если речь идет о зарабатывании денег, естественно, мотивация для человека гораздо выше купить программное обеспечение. Особенно сейчас, когда очень многие продукты привязываются к облаку. То есть, в любом случае, когда ты выходишь в интернет, ты так или иначе связываешься с облаком, и первое, что проверяет облако – это легальная или нелегальная у тебя копия. Ну, собственно, вот у нас недавно вышел продукт одного члена ассоциации, это компания Parallels Desktop, 10-й, это, собственно, позволяющий запускать туда-обратно программы PC-шные на Macintosh, Macintosh-ные программы на PC. У них есть, опять же, облачное хранилище, которое проверяет. И на данный момент, естественно, что пираты сломали эту версию, но взломать именно облачную проверку они не могут. И те, кто работает с пиратской версией, они не получают доступа к серверам обновления. И, соответственно, у них не работают некоторые возможности программы, и не закрываются дырки безопасности, что, конечно, там… Вот, кстати говоря, дырки безопасности – это еще одна тема, которая активно развивается тем же Microsoft для борьбы с пиратством. И, в принципе, если не демонизировать ее, потому что иногда я слышу со стороны Microsoft и его партнеров, что, допустим, 95% пиратских сборок Windows заражены вирусом. Но это не так. Но то, что устанавливает пиратское программное обеспечение, особенно то, что связано с системой и так далее, вы рискуете поставить, так сказать, некую оставить дверку, через которую может залезть какой-то нехороший человек – это да. Поэтому, естественно, так сказать, что это, опять же, тоже влияет на то, что люди покупают легальное. Но программная отрасль пострадала меньше, ее во многом спас корпоративный рынок, но она страдает. Есть вопрос какой, что сейчас для того, чтобы человек покупал легальное ПО, ему нужна мотивация. Одна из первых мотиваций, которые есть для человека, это то, что я не могу получить ее альтернативным способом. То есть, если он залазит в Яндекс, начинает искать пиратскую версию этой программы и сталкивается с тем, что здесь ссылка удалена, здесь торрент заблокирован и так далее, у него будет мотив для покупки легального. Если он залезает, даже если у него есть деньги, он залезает в Яндекс, в Гугл и видит, что пиратская версия лежит свободно, он говорит, что я рыжий. Почему никто не покупает, а я должен покупать? Нет, я эти деньги потрачу на что-нибудь другое. И поэтому существует то, что делаем мы, существует комплекс мер по ликвидации пиратских копий. И естественно, как только пиратские копии ликвидируются, их место занимает легальное, это понятно. Насколько важно для России, в частности, ужесточение законодательства? Помню уже много лет назад этот известный процесс, когда срок дали школьному учителю за то, что на его компьютере в какой-то школе использовался там нелицензионный какой-то продукт. Да, да, совершенно верно. Я бы не стал дело поносово ставить как пример, скажем так, применение законов в нашей стране. Дело в том, что ситуация очень такая, нестандартная. Во-первых, очень много зависело от регионального представителя Майкрософта, который решил именно регионального, который решил, что на этом деле его надо навести обязательно до конца и до компенсации. Благо, что целый ряд фондов заявил, что готов компенсировать за учителя вот эти вещи. Во-вторых, дело связано с тем, что учитель не просто так попался, ему предписание выносила прокуратура несколько раз, что нельзя использовать пиратское программное обеспечение. Компьютеры эти опечатывались, и когда при очередной проверке это выявилось, прокуратура просто развела руками и сказала, что больше там у нас нету шансов. Но, опять же, насколько я помню, никто учителя не посадил и никаких денег он не заплатил. Плохо, что пришлось там высшим лицам государства это регулировать в рабочем порядке, так скажем, так сказать. Но вот я сейчас смотрю регулярно, какие у нас идут приговоры по 146. Вы знаете, у нас для того, чтобы посадили по этой статье, это нужно очень сильно постараться. Те, кто у нас отправляется на зону или в колонну поселения по этой статье, это те, у кого ловят второй или третий раз, или те, у кого до этого была судимость за мошенничество, за подделку денежных знаков, за распространение порнографии и так далее. То есть, те, из-за исправления которых невозможно без изоляции от общества. Средний приговор сейчас по 146 УК РФ, это год условно. Штраф 16 тысяч, штраф 50 тысяч. То есть, говорить о том, что у нас действительно очень жесткое законодательство, у нас действительно можно до 6 лет давать пиратам. Но, как бы, у нас судьи, в общем-то, тоже, так сказать, не на березе выросли. Они видят, что такое страна, насколько опасно это преступление, кому нужно давать 6 лет, а кому можно обойтись и без этого. По нашей практике я могу сказать, что мы доводим это именно до приговора, вот именно в редких случаях, когда без этого не обойтись. И чаще всего мы видим, что, естественно, что доведение до приговора – это два года минимум. От момента нарушения, так сказать, дальше, так сказать, следствие, передача в суд и так далее. Мы видим, что, в общем-то, человек обычно, так скажем, уже к окончанию следствия сам все прекрасно понимает и больше этим заниматься не будет. Поэтому мы тоже, в общем, как пострадавшая сторона, не требуем каких-то жестких мер. И чаще всего Юрий Валерьевич у нас в суде говорит, что, так сказать, там, если возможно, мы бы просили, так сказать, выбрать наказание, не связанное с лишением свободы. С жестокостью, понятно, более-менее наказание. А с неотвратимостью как? С неотвратимостью у нас хорошо, если этим заниматься. У нас, к сожалению, большинство правообладателей, вот это больше характерно для видеорынка, вот это то, что я неоднократно слышал на конференциях, которую проводил Роскомнадзор по 187-му закону, ищут рубильник интернета. То есть, вот некую кнопочку, на которую нажал, и все, и очистился. Интернет полностью от пиратских копий. И невозможно, не бывает такого. Как бывает? Нужно работать, нужно работать, сидеть. То есть, вот вам пример, так сказать, последние недели, так сказать, вышел очередной пиратский сборник, на который товарищи, так сказать, пираты зафигачили непонятно зачем, так сказать, помимо Windows и офиса традиционного, так сказать, наш ЗБАТ, то есть, продукт компании Ритланса и в Совке, который находится у нас под защитой. Естественно, мы этот сборник стали удалять, так сказать. Нам попался достаточно упорный пират, так сказать, в общем, за вторник он этот сборник перезаливал 36 раз. 36 раз мы его, соответственно, так сказать, после этого удаляли. Как вы сами понимаете, если бы мы удалили один раз, так сказать, как бы он бы его перезалил, и дальше все так же существовало. То есть, если следить, не просто, так сказать, как бы удалять, а именно следить за тем, чтобы не перезаливали, выявлять тех, кто является злостным нарушителем, так сказать, объяснять им, что их дом тюрьма, условно говоря, так сказать, вот, и только после этого, если человек продолжает этим заниматься, так сказать, уже привлекать правоохранительные органы и возбуждать уголовные дела, тогда наказание, да, неотвратимо. Но это сложно, это тяжело. Этим нужно следить не только с 10 до 18. То есть, из этих 36 раз, там, 20, если я не ошибаюсь, было сделано между 11 вечера и 7 утра. То есть, человек просто, видимо, считал, что, ну, сейчас они наконец-то лягут спать, и я все-таки их победю. Ну, не получилось. Каковы главные инструменты мониторинга, начнем с него? Как следите за этим? Вручную, автоматически? Частично автоматизировано, частично вручную. Основной инструмент – клавиатура, монитор руки. Автоматизировать – это, опять же, одно из заблуждений, с которым мы сталкивались. Вот последний, там, где-то год оно отошло, а до этого, где-то вот с 2000 года модно было делать автоматические системы удаления пиратского контента. То есть, то, что вот самостоятельно с использованием Яндекса, Гугла, РСЦ ищет, так сказать, пиратские копии, и самостоятельно же их удаляет. Но, к сожалению, эффективность этих систем была достаточно низкая, потому что удаляя пиратские копии, рано или поздно вы от школьников, которых размещают, перейдете к тем, кто этим занимается более-менее профессионально. А их автоматом не запугаешь. Во-первых, они могут написать свой автомат, который также будет размещать. И вы вместо того, чтобы удалять пиратские копии где-то, на важных ресурсах, вы там на каком-нибудь малозначительном ресурсе устроите битву роботов. Когда один залил, другой удалил. И так вот все роботы довольны, в отчет идет огромная строка, что нами удалено 15 тысяч копий. Но толку от этой работы никакой, потому что из-за вот этого удаляя... То есть, собственно, эта копия не качается пользователями, так сказать. Она просто перезаливается и удаляется, так сказать. То есть, идет вот такой вот спор брони и снаряда. Поэтому нужно искать подходы, нужно разговаривать с людьми. И самое главное, что нужен человек, потому что сейчас практически все пираты скрывают ссылки, шифруют ссылки. Автомату это раскрыть невозможно. Более того, опять же, так сказать, у нас... Ну, как бы это все называется... У нас была игрушка, там, Принц Перси, и на Рутрекере ее размещали как король Египта. Но как вы думаете, так сказать, вот какой из имеющихся там систем сможет, так сказать, Принц Перси ассоциироваться с королем Египта? И человек сможет. Поэтому, конечно, так сказать, мы не ретрограды, у нас есть определенная автоматизация, но в большинстве своем наша работа – это сидят дежурные, сидят старшие. Дежурные выявляют ссылки, отправляют на анализ старшие. Мы сверяемся с базой, так сказать, наших, что это за пиратская копия, где она появилась. Естественно, проверяем то, что это пиратская копия, потому что мы не хотим, так сказать, чтобы нам было стыдно, как некоторым организациям, коллегам, когда они удаляют не именно пиратскую копию, а что-то с ним связанное. Допустим, там, не 3D-студию, а ролики на нем сделаны. У нас в этом плане все достаточно жестко, у нас команды на удалении не последуют до того момента, как точно не будет установлено, что это пиратка. Ну и плюс, опять же, так сказать, иногда приходится играть в игры разума. То есть на одном из пиратских форумов, я люблю приводить этот пример, чтобы мы не удалили ссылку, ее зашифровали. Сделали ребус, который разгадать может только айтишник. Честно говоря, ребус был тяжелый, я подключился сам, достаточно долго его разгадывал, разгадал, мы перешли по этой ссылке, увидели файл-обменник со счетчиком, где было написано «Ноль скачиваний». Нам стало интересно, мы не стали удалять, мы скачали этот файл, убедились, что да, это пиратка, так сказать, там, и установили наблюдение за счетчиком. За прошедшие 5 дней он не изменился, было единственное скачивание наше. После чего мы со спокойной совестью удалили. То есть пираты, которые усложняют удаление ссылки для наших сотрудников, они в первую очередь усложняют, в том числе и нахождение этой ссылки для обычного пользователя. Опять же, я говорю, что не надо демонизировать нашего пользователя. У нас есть порядка 10-15% упертых пользователей, которые в любом случае будут брать пиратку. У нас было несколько случаев, когда мы добывались идеального результата по нашим членам ассоциации. То есть там по книгам, по софту, по играм, так сказать, нам удавалось добиться так, что пиратские копии не выходили вообще. То есть вот есть версия 2.0, версии 3.0, пиратской нету. Просто нету. И мы отслеживали определенных товарищей, которые без, там, допустим, этой версии не могут, так сказать, ну, не смогли они приобрести. Они все равно не купили легальное. Они либо сказали, что, ну, не очень-то нам это и надо было, либо взяли приблизительно схожую продукцию. А, в общем-то, известно, что, так сказать, ну, у нас всему можно подобрать аналог. Поэтому, если мы хотим, чтобы пиратство действительно снижалось, нужно, чтобы все правообладатели занимали активную позицию не просто на бумаге, а именно что-то делали. То есть вот писали те же обузе жалобы там и так далее. Я согласен, что должно быть разделение. Но, в принципе, уже есть, так сказать, что у нас автор не стоит, не продает сам свои книги, там, за исключением редких случаев. У нас автор создает нетленку, издатель ее распространяет, там распространители ему помогают, так сказать. Есть профессиональная организация типа Русского Щита, которая занимается борьбой с пиратством. Если вы не можете заниматься этим сами, или там вам жалко выделять человеческий ресурс, там, двух-трех человек на это, прощайтесь к нам. Надо защищать не только правообладателей, вот, пиратов, но и легальных пользователей надо тоже защищать. Вот один кейс любопытный, высказал один из наших аналитиков. Человек, допустим, снимает фильм, покупает лицензионную копию на саундтрек такой-то, который использует в своем фильме. После этого располагает, да, совершенно верно, его где-то на каком-то ресурсе. И боты ли, люди ли находят ссылку в, соответственно, вот этот музыкальный трек и выставляют ему претензии. Вот здесь есть как бы система защиты законных правообладателей? Безусловно, если мы говорим про Ютуб, там одна из лучших систем, собственно говоря, вот система Ютуба во многом пытается копировать сейчас ВКонтакте. Дело в том, что, опять же, приобретены права. Вот здесь вопрос очень скользкий, на что приобретены права? То есть, если вы покупаете билет в общественный транспорт, это же не значит, что по этому билету вы можете пройти с 10 друзьями. Или если вы купили билет на 3 поездки, 10 поездок у вас по нему никак не получится. Что было написано в договоре? То есть, если вы купили право на использование в произведении, это одно. Если вы приобрели право на использование в произведении и публичное исполнение вот данной песни в составе другого произведения, это другое, тогда вы можете выкладывать на Ютуб как угодно. Если по недосмотру, там, по ошибке робота и так далее, это будет заблокировано, вы можете подать встречную жалобу. То есть, на Ютубе существует механизм подачи встречной претензии. И он работает, это я могу сказать абсолютно точно. Потому что мы сталкивались с тем, что у нас, допустим, один из крупных распространителей чуть-чуть превысил свои права и выложил на Google Books больший объем произведения, чем ему было положено по договору, так сказать. И у нас пошла сразу же абуза, так сказать, как бы. Но он подал встречную абузу, мы разобрали ситуацию, он скорректировал объем текста, мы отозвали свою абузу. То есть, этот механизм есть, он работает. То есть, здесь вопрос скорее к тому, что должны быть грамотные юристы. Это да, авторское право, вот если брать его юридическую основу, не просто ссылки, размещенные в интернете, а юридическую основу и договора лицензионы, оно требует понимания. То есть, если вы приобретаете вот этот саундтрек, значит, вы должны обязательно указать в договоре, что к вам переходят права, так сказать. Во-первых, на использование в фильме этого саундтрека. Во-вторых, на использование этого саундтрека в составе составного произведения. То есть, допустим, в составе вашего фильма публичное воспроизведение в интернете. Распространение на физических носителях. Распространение через электронные магазины. Вы можете этот договор заключить как напрямую с правообладателями, так и с любым из агрегаторов прав. То есть, допустим, по той же самой музыке вы можете сразу заключить соглашение, и там отчитываться и о каждом воспроизведении, платить какую-то копеечку. И эта копеечка дойдет до автора. Можете там, естественно, что не обязательно с РАО, можно с кем угодно, другим, можно напрямую. Но вот это все должно быть обосновано бумажками. Для этого есть юрист. Поэтому, собственно, юридический отдел выделен в отдельный юридический отдел. А не есть там юристы по интернету и так далее. То есть, здесь нужно работать. Еще раз, может быть, возвращаясь к началу программы. Есть ли какие-то отличия в защите разных видов цифрового контента? Вот игры, книги, музыка, видео. Собственно, ваш отдел занимается этим целиком. В чем вот, что наиболее хромает и в чем эти отличия? Ну, мы уже останавливались на том, что, допустим, стриминг видео, то есть, вот эти вот онлайн-тубы, они никак не относятся к играм совсем. И книгам тоже, за исключением всяких небольших исключений, которые только подтверждают правила. Естественно, что книги выкладываются на специализированных ресурсах. Это прежде всего библиотеки. Естественно, что для музыки сейчас вообще, как бы, так сказать, борьба с пиратством, она несколько нивелировалась. Потому что на данный момент в России действует схема такая, что авторы песен, исполнители зарабатывают на концертах. И поэтому они сами выкладывают в себя, так сказать, на страничку ВКонтакте, так сказать, в Фейсбуке эти произведения или отдают права Яндекс.Музыке. И, соответственно, там вообще удалять ничего не нужно. Для свободного использования. Да, допустим, да, с программным обеспечением существует защита. То есть, так сказать, когда мы удаляем, мы удаляем не только произведения, но и всевозможные крэки. То есть, там, кей-гены, взломщики, нелегальные патчи и так далее. Естественно, что для книг этого нет. Естественно, что для книг не актуальна защита как таковая. Потому что даже если создать там супер-пупер навороченную защиту, которую нельзя будет обойти, ничто не помешает человеку просто перефотографировать эту книгу с экрана. Вот это та сложность, которую мы в первую очередь говорим, когда речь идет о библиотеках, допустим, о воспроизведении в библиотеке книг. То есть, в каждом, собственно, есть свои отличия. То есть, самое сложное это с книгами, с чисто цифровым контентом. Самое сложное это софт и игры. Софт и игры. Да, потому что потребитель книг, далеко не каждый из них живет в интернете, так условно говоря. А те, кто играет в игры для PC и пользуется софтом для PC, он живет в этом интернете. Поэтому, естественно, так сказать, там, что там он предпочитает из интернета это получить. То есть, ну, как вы сами понимаете, пиратство... Даже скорее, да, со стороны правообладателей. То есть, писатель, если музыкант может заработать на концерте, то где может заработать писатель на открытом выступлении при продаже своих книг. Не работает. Не работает. Да, это в советское время было такое, когда писатели ездили по селам, городам, выступали там в ДК. Сейчас, к сожалению, это не работает. Самые обделенные получаются. Да, да. Сейчас есть, опять же, так сказать, есть краудфандинг, вот этот пресловутый, когда собирается. Но он тоже имеет свои минусы. То есть, он не сможет заменить, так сказать, ни донейт, ни... Вот сейчас появилась такая, так сказать, два там вещь. Краудфандинг и донейт. Донейт – это когда автор выкладывает все эти произведения и говорит там, вам понравилось, вот вам кошелек, переведите на него денежку, так сказать. Но, к сожалению, работает слабо. То есть, один из наших, опять же, членов ассоциации, у него была книга, Филипп Богачев, он какие-то продавал, а эту выложил просто, так сказать, бесплатно, написав в конце, что если книга вам показалась полезной, интересной, так сказать, вот кошелек, переведите. В общем, за 11 месяцев ему перевели 4 тысячи рублей. Приблизительно 100 транзакций, вот на эти 4 тысячи, при 200 тысячах с лишним скачиваний. То есть, к сожалению, донейт дает там 2% от максимум, от аудитории. С краудфандингом интересно, это когда человек говорит, я могу написать книгу, но для этого мне нужно 100 тысяч. Ребята, скидываемся, вот. Это работает сейчас, но работает с двумя минусами. Первое, это актуально для человека, который имеет определенный кейс за собой, то есть, определенный авторитет. То есть, человек... Знают, что он написал. Да, люди знают, что он может написать хорошо, условно говоря. А во-вторых, к сожалению, это очень сильно расслабляет автора. То есть, автора, там, программиста, неважно, так сказать, когда тебе уже заплатили за то, что ты еще не сделал, и заплатили не аванс, так сказать, а целиком, как-то уже тяжелее работать, тяжелее себя заставлять вкалывать, так сказать, следить за сроками, так сказать, и тяжелее, действительно, вот, так сказать, так, у тебя есть хоть какой-то стимул, что ты сделаешь хорошо, она у тебя продастся хорошо. А так... Ну, в следующий раз не соберет на следующую книжку. Вот. Да. Это уже такая более сложная связь. А это уже будем смотреть, уравновесит вот эта гирька другую или нет, так сказать. Пока краудфандингу не настолько много лет, чтобы вот можно было делать какие-то исследования аналитические в этой области. Ну, и, естественно, о чем я хотел сказать, что борьба вот с видео, она вообще чуть-чуть стоит в стороне. Почему? Потому что у нас есть кинотеатры. У нас по итогам 2013-го году наш кинорынок, именно кинотеатровый, стал самым крупным в Европе. Там идут, там, чудовищные, так сказать, там, собираются миллионы. Вот. Понятно, что когда идут миллионные сборы, вот, можно выделить, условно говоря, 300 тысяч в месяц, так сказать, на то, чтобы, так сказать, удалять вот эти ссылки из интернета, как там делают наши коллеги. Но я вам могу сказать, что книжные издательства такую сумму не потянут. Автор-программист, у которого 2-3 продукта, там, для магазинов, эту сумму не потянет. Вот. И поэтому, так сказать, естественно, то, как работает на видео, далеко не всегда можно применить к работе на других рынках. Потому что у нас, как бы, так сказать, мы специально изначально, когда мы занимались, мы создавали систему, которая поможет работать и маленькому издателю, и большому, и крупному. Вот. И естественно, что, так сказать, здесь вопрос даже не в том, что, так сказать, сколько денег, так сказать, там он там платит в русский щит, вопрос в том, сколько денег он может вообще выделить на борьбу с пиратством. Понятно, что борьба с пиратством может увеличить 2-3 раза продажи. Это возможно. Если, так сказать, соблюдается ряд факторов, То есть, эту копию можно также электронно приобрести, там вменяемая цена и востребованный продукт. Но из этих денег, даже увеличенные 2-3 раза продажи, далеко не всегда могут дать 100-200 тысяч, которые там просят за борьбу с пиратством крупные компании, которые занимаются борьбой с видеопиратством. Ну и последнее. На сегодня занимается ли государство в лице своих учреждений тем же, чем занимаетесь вы? Либо государство в этой системе борьбы с пиратством осуществляет карательную функцию через суды, через следствия и так далее. Естественно, государство занимается и карательной функцией. Это само собой. Она только за государством. Нет, почему? Не только за государством. У нас было проведено сколько-то... Вы же срок не можете дать, в любом случае, через суды. Нет, конечно. И штраф доложить не будет. Но без нашего заявления государство тоже не может привлечь пират. Вот я к тому, государство занимается ли тем же, чем вы? То есть, мониторингом, контролем, нахождением вот этих кейсов. По пиратству? Нет. И я считаю, что это правильно. Дело в том, что... Ну вот... Вот Юрий Валерьевич нас любит пример приводить, так сказать. Вот представляете, вот вам звонят утром в дверь. Вы открываете, а там милиционеры. Говорят, пойдемте, мы вас арестуем. За что? Вы изнасиловали свою жену. Я? Жену? Вот жена. Жена, я тебя там изнасиловал? Нет, так сказать. Мы, государство, нам виднее. Вы изнасиловали. То есть, здесь ситуация какая? Государство не может достоверно сказать, было нарушено право или нет. Потому что для того, чтобы это знать, нужно быть прообладателем. То есть, это его произведение, не его. Есть ли здесь нарушение, так сказать. Не является ли это свободно распространяемой версией? Государство должно сделать что? Отреагировать на заявление, что вот, меня ограбили. То есть, нельзя же государству сказать, давайте мы превентивно будем задерживать, так сказать, каждого десятого в автобусе, потому что это может быть кирпич, который там к решельке тягает. Есть жалоба? Должно отреагировать. Нет, ну просто отдел, может, в Роскомнадзоре или где какая-то организация. Роскомнадзор и Минсвязи сделали вообще благое дело, за которым нужно памятник поставить, как я считаю, так сказать. И потому что дело в том, что то, о чем мы говорили, что наши все обмороженные сайты, они начали мигрировать в другие страны. То есть, у нас сейчас есть проблема не только со Швецией, но, допустим, частично с Прибалтикой, с Украиной, с которой вообще люди не знают, что делать, потому что там война сейчас идет. Ну, какое соблюдение авторских прав? И Роскомнадзор предоставил шикарный механизм, который позволяет это блокировать, находясь на территории России. То есть, нам, как ассоциации, не нужно открывать, так сказать, подразделения свои, так сказать, во всех странах мира, куда на Хостинг может перескочить пират. Мы можем просто закрыть для него доступ в Россию для этого сайта, через суд, естественно. То есть, мы обращаемся в суд, предоставляем доказательства, суд выносит решение, а Роскомнадзор его исполняет. При этом, в данном случае, Роскомнадзор несет именно государственную функцию регулирования. Он не инициирует, точнее, инициирует, но это связано с государственными функциями, с порнографией, с наркотиками, там, и так далее, так сказать. Он, когда есть факт, доказанный судом нарушения, принимает государственные меры. То есть, берет вот тот самый молоток со шкафа и бьет по той самой голове. Ну что ж, спасибо вам огромное за этот увлекательный разговор. Напомню, что сегодня в гостях в студии Jason TV был вице-президент Ассоциации «Русский щит» Олег Яшин. Вам спасибо и всем счастливо. Спасибо, что приглашаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова